И получился у нас вот такой оцифратор пленок. Это оказался самый лучший вариант оцифровки пленок и слайдов. Всем привет, друзья! Недавно, сидя перед экраном, смотрели старые пленки. И решили сфотографировать кадр в режиме макросъемки. Это съемка с близкого расстояния, несколько сантиметров. Хмммм... С пиксельным освещением экрана получилось не очень. А если взять чемодан со старым фотоувеличителем и собрать? Попробуем фотографировать отраженный свет. Мммм... Тоже нехорошо, еще и под углом. Может снять лампу и сквозь белую бумагу попробовать? И так некачественно выходит из-за неоднородности бумаги. Но не спешите относить этот чемодан в металлолом. Ведь из этой фары и старой трубки из пылесоса, скотча и стойки из напольного вентилятора можно сделать прекрасное вспомогательное освещение для съемок. А дополнительными пылесосными трубками можно менять высоту. Это был бонусный лайфхак. А теперь вернемся к оцифровке пленок. Возьмем такую коробку из картона и отрежем эту часть ножом. По размеру кадра пленки делаем такую же разметку на картоне. Вырезаем окошко канцелярским ножом. Из остатков картона сделали такую рамку и хотели приклеить с четырех углов. Но передумали и приклеили только снизу, прихватив еще скотчем. Ведь так будет удобнее устанавливать для съемки любой кадр пленки. Закрепили еще уголки по бокам, чтобы конструкция ставилась на стол. Еще нам понадобится настольная лампа с матовой лампочкой. А сторону где будет освещение закроем однородным белым пластиком из дна стаканчика. И получился у нас вот такой оцифратор пленок. Это оказался самый лучший вариант оцифровки пленок и слайдов. Ну а теперь поснимаем несколько кадров пленки 20-летней давности. А это пленки 40-летней давности. Чтобы еще сфотографировать. О, у нас же есть стереослайды с еще более древними фотографиями. Кстати, на солнышке освещение еще лучше. И фото выходит более качественно. Теперь сделаем нормальными наши кадры. Откроем для примера фото на солнышке с помощью программы Paint.net. Выбираем прямоугольное выделение и обрезаем ненужные края. Это фото у нас вертикальное, поэтому повернем на 90 градусов. В меню коррекция выбираем автонастройка уровней. И там же выбираем под меню инвертировать цвета. Сохраняем нашу фотку. Все готово. Легко. Те же простые действия делаем из черно-белой фотографии. Откроем с помощью Paint.net. Выделяем область фото и обрезаем края. В меню коррекция автонастройка уровней. В меню коррекция инвертировать цвета. И сохраняем. И сохраняем. Очень просто. О, да это же я на лыжах 40 лет назад. Друзья, если вы наснимали очень много кадров и у вас есть фотошоп, то можно автоматизировать эти действия через пакетную обработку фото. А задачить фотошопы пусть обрабатывает все кадры сам. Вот что у нас получилось с цветными 20-летними фото, черно-белыми 40-летними фото и еще более древними стереослайдами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, стереослайды мы просто используем. А на последнем попробовали сделать автонастройку уровней. Получился интересный эффект. Листва деревья осенние, а кустики внизу зеленые. На этом все, друзья. Пишите отзывы и вопросы. Ставьте лайк, подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить новое видео. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok